После ремонта в Ивановском художественном музее открылось два зала постоянной экспозиции – египетский и греко-римский. Все эти уникальные экспонаты, собранные коллекционером Дмитрием Бурыльным, почти пять лет хранились в фондах. Теперь редкости древности вновь выставлены на обозрение ивановцев. Новое выставочное пространство решено совершенно в ином ключе, чем раньше. В этих залах я попытался сделать такой вот сон об архитектуре, при том, что вот эти архитектурные элементы, они не производятся, естественно, буквально, а как бы на них намекаются. Вроде это как бы то ли развалины, то ли постаменты, то ли подиумы, то ли кинотафы. Тоже прием, в принципе, примененный в египетском зале, то есть это некий такой омаж египетской архитектуры. В египетском зале ивановцы смогут увидеть мумию египтянки, которая датирована первой половиной первого тысячелетия до нашей эры. Известно, что эта женщина была из обеспеченной семьи. Наказательство тому – качественно выполненная мумификация. На наших дней хорошо сохранились и зубы, и ногти. Дмитрий Геннадьевич Бурелин, по-моему, в 1911 году он побывал в Каире. Естественно, он побывал в Каирских музеях. Он увидел эти мумии, он загорелся желанием для своего музея мумию приобрести. И вот с помощью Левина, Александра Левина, который выступал у него переводчиком, гидом, она была куплена Левиным и переправлена из Каира в Иваново. Это произошло не задолго до открытия музея промышленности и искусства. Многие предметы этой экспозиции были дополнительно исследованы. Проведена большая научная работа. В частности, речь идет о древнеегипетских фаянсовых фигурках Ушепти, которых клали в сиркофаг вместе с умершими. Они олицетворяли рабов, которые должны были выполнять работу за гробным миром. Ушепти в переводе с египетского ответчики – это скульптурки из глины, так называемый в основном египетский фаянс, смесь песка, глины. И цвет придавался за счет стекла. Раньше они у нас числились просто как Ушепти. Сейчас у многих из них, там где есть надписи, можно прочитать имя этого Ушепти. У музея есть большие планы – продолжить работу по созданию новых постоянных экспозиций. На очереди, например, коллекция «Востока». Но как скоро мечты превратятся в реальность во многом зависит от финансирования. Подготовка экспозиции европейского уровня – дело весьма затратное. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.